Друзья, как я вам обещал, сегодня у нас будет такая не распаковка, а, соответственно, обзор игр тех, которые мне пришли. Тут часть пришла с аукциона ГБХ, часть еще до этого я вам хотел показать, которая у меня скопилась. В общем-то, давайте приступать сразу к делу. И первый у нас картридж на сегодня это, наверное, самый крутой платформерный мегадрайв на Genesis в 93-м году был выпущен в Лос Вайкингс. У меня, к сожалению, пиратка, полного комплекта нету, но он очень дорогой, если посмотреть даже на eBay, где-то там на ДВХ. Возможно, когда-то скоплю, если я его куплю. А пока я не помню даже, я у человека покупал еще что-то типа геймпада, и он просто в комплекте мне его отдал, и он мне не нужен был. Игра сама по себе офигенная, уровня очень много, она длинная. Даже если вы посмотрите там геймплей, часть которой, вам кажется, будет понятно, что игра очень растянута. Но можно посмотреть на там лонг-реплейс или еще где-то ее прохождение, там она по 3-3,5 часа занимает. Это говорит о том, что игра сама по себе длинная, долгая. Но поиграть в стойку еще раз вам говорю. Если есть возможность заиметь там в полном комплекте, там в оригинале, я прям не знаю, у вас деньги есть, и вы хотите заморочиться, ее продают, но дорого. Покупайте, даже не думайте ни о чем, в коллекцию идеальный абсолютно вариант. Мы будем переходить, соответственно, от ретро к такому полу-ретро и уже к современным консолям. Но раз у нас по порядку идет ретро, то дальше у меня терминатор 2, зеркейт гейм. Ну, это как я, и как вы, наверное, понимаете, это порция откладного автомата. Соответственно, он выходил не только на Дженсене Мегадрайве, но был порт и на SNES. Не знаю там насчет графики, я тут не смотрел, но я думаю, что то же самое абсолютно. Здесь у меня уже полный комплект. Немножко здесь дужки оторван, тут что поделать, как достался, как достался, как творится. Мануал черно-белый, все как обычно, все как мы привыкли. Здесь какие-то описания, прикольные фишки. Потом, кстати, о Скайнете, как она разрабатывала первые прототипы. Здесь 3000 и так далее. О Джоне Коннере тут есть какие-то даже интересные заметки. О самом терминаторе, тут он Шварценеггер. Но тут на разных языках русского языка, естественно, здесь нет. Какие-то скриншоты непосредственно с самой игрой. Черно-белое. Ну и сам картридж. К сожалению, картинка оторвана у него. Не видно. Но здесь сам терминатор нарисован, как я понимаю. Можете посмотреть, кому интересно, как целиком картридж выглядит там на Ютубе или где-то там в Яндекс.Поиске. Смотрите. Дальше, друзья. Дальше у нас уже такой пол-ретро. PS3 Fighting Edition. Здесь у нас, я читаю, что у нас тут Soul Calibur 5, да? Tekken Tag Tournament. Говорят, одна из лучших вообще файтинг игр, которые вообще когда-либо выходили. Ну не знаю, спорить не буду. Tekken 6 и... Ну и да, Soul Calibur, Tekken 6 и Tekken Tag Tournament 2. Здесь у меня уже более полный комплект. Ну здесь какой-то код активации, я не знаю, Season Pass или что это. Какие-то можно дополнительные персонажи открывать. Тут у нас наклейка. А, тут наклейка даст кодом активации. Тут Tekken плюс Soul Calibur 5. Это, скорее всего, доступ к цифровой версии, чтобы диск не вставлять. Online Pass тут у нас написано. Версии на русском языке нету. Ну и слава богу. Вот там переводить особо нечего. Здесь манувальчик, как я понимаю. Манувальчик на русском языке. Записание кнопок. Как что нажимать, какой удар на какую кнопку. Да, кстати, мануал полностью на все игры на русском языке. Неплохо. Но это уже наши заморачивались, по-моему, идем. И напечатали. Диск в хорошем состоянии. Видно, что его не юзали практически. Вот такой у нас получается Fighting Edition. Прикольный сборник. Обязательно потестирую, поиграю. Если вам будет интересно, пишите. Может, вместе запустим на PS3 и погоняем, посмотрим, что это за игры. Но Tekken более-менее понятно. Вот Soul Calibur я никогда не играл. Дальше. Уже консоли, можно сказать. Но они уже предыдущего поколения, раз PS5 вышло. Игра на PS4. Это Rise of the Tomb Raider. Какое-то издание, посвященное 20-летию выхода первой игры, как я понимаю. У меня она в таком красивом артбуке. Посмотрите, здесь различные... Не знаю, нарезка с комиксов или заморочились. Сами это все нарисовали. Или отсылка к каким-то частям из игр. Красиво, красивые арты. Прикольно почитать. Тут внизу что-то сейчас я почитаю. А, нет, это, скорее всего, издательство, которое напечатало комиксы. Это не художник, который рисовал. В общем, прикольно. Интересно даже просто посмотреть, полистать. Да, это издание в 20-летию выхода первой игры, скорее всего, было. Но диск в нормальном состоянии. Видно, что его запускали пару раз, возможно. Красиво для коллекции, самое то. Если будет возможность, берите, не пожалеете. Сейчас положу аккуратненько обратно. Ну, как обычно, здесь какой-то код активации. Тут надо уходить под свою учетку, как я понимаю, что нам это даст здесь. Какие-то док-материалы откроются, скорее всего, в проведении этого кода. Попробую, но, скорее всего, код использования. Последняя на сегодня, это у нас Horizon. Обалденная игрушка. Эксклюзив для PS4. Но, как я понимаю, в интернете уже идет молва о том, что уже будет переиздание на ПК. Решили бабок срубить, как с Red Dead Redemption, да? Ну, что поделать, в такие времена у нас все наживаются, на чем могут. Но был когда-то эксклюзивом именно для PS4. Даже, видите, вверху написано, только для PlayStation. Так, тут у нас что? Мануала нет, есть какой-то такой полуознакомительный. Даже не знаю, как это назвать. Но здесь просто приемы. Тоже какая кнопка, за что отвечает. Но тут обычно управление под себя меняет, поэтому не суть. Ну, и рекламу PS Plus покупаете. В PS Plus много прикольных игр, бесплатных и так далее, как обычно. Соня нам об этом рассказывает, призывая покупать. Диск в отличном состоянии. Даже, не знаю, юзал с вами или нет. У меня она есть в цифре, я купил так, чисто для коллекции. У меня не расширенные издания, в расширенном издании каких-то топ-материала есть, я не помню. Что-то открывается, какое-то оружие или еще что-то. Полностью на русском языке. Ну, в общем, как всегда. Обалденная игра, очень красивая. До конца не прошел. Но обязательно засяду, пройду и вам советую. Еще раз говорю, игра шедевр настоящий. И стоит каждого часа, который вы не потратите. В общем, друзья, спасибо за то, что просмотрели видео. Я много комментариев читал. Вам интересно форматы подобные, да? Ну, я и сам, в принципе, хочу их снимать, потому что есть став, который накапливается, который хочется вам показать. Самому вспомнить, что приходило. У меня там что-то еще лежит в закормах, да? Поэтому обязательно под этим видео. Комментарии, лайки. Я буду видеть, что это действительно тема, которая вам близка. Обязательно подписывайтесь на канал. И до встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok